Всем привет! Сегодня опять будет день с нами, вам очень понравился мой последний влог. Вообще спасибо за все теплые комментарии, которые вы оставили под предыдущим видео. Вообще, в принципе, как-то так в последнее время столько позитива от вас получаю, что настроение даже поднимается, да. Несмотря на то, что какая-то погода такая мрачная, мне просто весело, как-то тепло на душе. В общем, сейчас у меня такое настроение просто обалденное. Я вам расскажу, почему. Я просто очень-очень счастлива. И сейчас Захарчик у бабушки. Сегодня 11 дней недели, когда он остается 3 часа у бабушки. Мы опять сами, к сожалению, мой муж опять в командировке. Так что пока Захарчика нет, я буду ехать сейчас за покупками, потому что стараюсь не поднимать какие-то тяжелые вещи. Потому что в начале моей беременности я носила Захара, могла еще нести 5-литровую бутылку воды, допустим, с покупок. Боже, какая-то запухшая сегодня, но мне простите, но сейчас. В общем, еще покупки какие-то. Поэтому у меня появился серьезный кровоподток. Да, и в течение 2 месяцев практически я принимала гормоны. И мне доктор запретил вообще даже быстро ходить. И я даже сомневалась, буду ли я снимать видео о беременности. Потому что, ну это как бы не было сохранения, да. Но тем не менее, мне практически надо было лежать. То есть мне нельзя было ни заниматься, ни быстро ходить, ни поднимать Захара. Вообще ничего. Муж 2 недели в командировке был даже дольше. И вообще каждую неделю он уезжает. В общем, это было сложно. И поэтому Захар был также в садике. У меня была бакалаврская. Но сейчас у нас, сегодня у нас 17 число. Это значит, что до 20 числа совсем мало времени. Мне надо распечатать и свою бакалаврскую. И также ее как бы, не знаю, это называется бендование. В общем, такую пружинку надо. Это, в общем, все там, все дела закончатся бакалаврской. И все. Все готово. Я очень рада. Там мелкие еще недочеты, которые я буду исправлять. В последнем влоге какой-то бардак был у меня на фоне. Но я обычный человек. И я была в пятницу на обследовании. И кровопотока нет. Это значит, что мне можно заниматься. Да, я поправилась. Я поправилась. Ну, за мной уже половина беременности. И как бы, ну, уже надо было бы набирать. Да, но все равно я стараюсь следить за питанием. Из-за гормонов именно я поправилась. Но ничего страшного. Это тоже можно исправить. И я как-то сильно не объедаюсь из-за тех таблеток, которые я принимала. Да. Но получилось, как получилось. Поэтому опять буду доставать потом свою скакалку. Буду прыгать как бешеная после того, как рожу ребенка. Сейчас спокойно какие-то там упражнения выбираю. В общем, сейчас еду купить рыбу. Обязательно покажу вам, что я такого приготовлю. И вы часто меня спрашиваете о том, как долго я вожу машину и еще чего-то там. Вот я вам потом расскажу очень интересную историю. О том, какой я водитель вообще и что со мной приключилось. Потому что я думаю, что не со всеми из вас случаются такие истории, тем более каждый день. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. Знаете, как одеваешься и всегда одеть нечего. Достала сейчас свои обновочки. Пришел мой заказыщий инсайт. И мне так обидно, потому что в этот раз я не покажу вам даже обновки на себе. Потому что мне только несколько вещей понравилось. И, ну, к сожалению, так вот с заказами на китайские сайты, да вообще по интернету. И я как-то особо не расстраиваюсь. Во-первых, потому что эти вещи можно носить и дома. И, во-вторых, я говорила о том, что я часто вещи, которые мне не подходят, либо надоедают, я отдаю людям, которым они больше пригодятся. У нас есть специальные баки. Думаю, что ничего плохого нет в том, что я сотрудничаю с этими сайтами. И потом то, что мне не подходит, либо то, что я делала несколько раз, отдаю просто в эти баки. Да, я думаю, что кому-то пригодятся больше. Вот этот вот свитерок, видите, он какой-то внизу такой пошарпанный. Ну, в общем, мне не очень нравится качество. И он очень приятный к телу. На самом деле классно смотрится с белой маечкой. Обязательно сделаю какой-то аутфит. Но еще пока не знаю, наверное, здесь вот внизу пообрезаю вот эти вот штуки, потому что как-то не очень. Это обалденная вещичка, также еще инсайт. Очень красивый свитер, но он такой, видите, ажурный. Мне нравится также материал, он хлопковый. То есть абсолютно ничего там не будет парить, он не будет скатываться. Красивый такой меланж, как вы видите. Но я просто обожаю серый цвет. Мне кажется, что я как-то в нем не теряюсь. И рукавчик здесь такой укороченный. И такой он немножко oversized. Также покажу вам с джинсиками. Красиво смотрится с леггинсами. Ну, в общем, красиво под белую, черную маечку. Здесь также такой вырез V-образный. А это, пожалуй, самое большое. Ну, не то, что разочарование, мне просто обидно то, что я очень хотела такой мохнатый свитер. И знаете, они практически во всех сейчас магазинах. И в H&M я мерила, мне не понравилось то, что они слишком короткие или сильно длинные, такие какие-то вообще непонятные. И этот показался мне с джинсами очень красивым. И все. И он на меня очень большой. Вот даже не могу вам на себе показать. И не стану делать видео отдельно о покупках одежды. Потому что я покупала также кое-что в стационарных магазинах. Можно показывать какие-то видео поочередно, свои обновочки. А вот эта вещь просто, мне кажется, это М-ка или даже Эль. Я подарю его своей маме, либо же своей свекрови. Глядя на это платье, мне становится совсем грустно. Потому что я очень рассчитывала на то, что я одену его на праздники. Но оно мне совсем не подошло. Оно очень длинное. То есть для девочек худеньких и высоких было бы неплохо, если бы не несколько. Но здесь вот как-то не прошито это все. Очень качественная ткань. Красиво сидит на фигуре. И там можно было бы подшить. Не вопрос, да. Ну что делать с вот этим? Тоже зашить эту дырку или... Ну, фиг знает, да. Здесь какие-то заклепки. В общем, если бы я купила это платье за свои деньги, наверное, я бы очень злилась. Пока не знаю, что сделать. Скорее всего, спрошу свою свекровь, что можно сделать с этой дыркой. И потом подарю своей подружке, которая также... У них нет просто бюджета, да, на то, чтобы часто менять одежду. И также вот, к сожалению, когда я была первый раз беременна, я ей подарила очень много своих вещей после того, как родила ребенка. И сейчас осталось с носом. Знаете, как часто одалживаешь кому-то что-то, чтобы сделать что-то хорошее, а потом тебя не возвращают. Это, знаете, мне как-то так даже глупо напоминать о том... Я и говорила о том, что мы планируем второго ребенка, что я бы хотела получить свои вещи обратно, но она так их не отдала. Я не знаю, что-то с ними случилось или что-то... Ну, не знаю, в общем, как-то глупо мне, знаете, напоминать о таких вещах. В общем, поэтому теперь придется покупать, заказывать себе что-то. Хорошо, что есть такая возможность заказать какие-то вещи, да, хотя бы на один сезон, пока я вот беременна. А это моя обновочка такая довольно-таки интересная, потому что я знаю, что они не всем понравятся, и некоторые спрашивали на Инстаграм, откуда они у меня, и я их заказала на совсем неизвестном сайте. Также из Китая они мне пришли буквально там за 7 рабочих дней. И это подделка какого-то известного дизайнера, не помню кого точно, но, похоже, у нас есть в Заре. И единственное, но они кожаные, они очень классно сидят на ноге, не трут ничего, не заедают замки. В общем, я не вижу никакой разницы. И единственное, что в камере вот сейчас будет казаться, что это белый цвет, но он скорее молочный. Я хотела, чтобы они были вот ярко, чтобы подошвами была белая-белая. Мне нравится носить такие вот яркие, как по мне яркие, да, ботинки с абсолютно черным таким скромным аутфитом. В общем, красиво смотрятся, эффектно. У меня вот интересно на улице даже спрашивали раза три, наверное, откуда у меня эти ботинки. В общем, смотрятся и носятся очень классно. Платье, которое я покупала на каждый день, оно из такого очень плотного материала. Здесь, кстати, также начосик, то есть оно такое тепленькое. И я покажу, как оно сидит на мне. Мне не очень нравится, здесь что-то непонятное происходит, оно делает из меня какую-то такую бочечку, то есть попу делает еще шире. И на каждый день, в принципе, ничего. Я буду носить точно его дома, если моя свекровь ничего не сделает с этими боками, потому что мне кажется, что бедра у меня еще шире. Но вы знаете, сейчас поправляюсь. В общем, не хочется казаться вообще таким одним большим бочонком. Так что попробую его как-то, не знаю, немножко сделать уже. Если нет, то опять-таки подарю его тем, кому оно понадобится больше. Это последняя вещь из моего заказа, которую я специально не показываю на себе, потому что я буду делать аутфит и макияж на празднике. Я уже придумала, как это все будет выглядеть. Это платье сидит на мне отлично. Мне очень нравится, что здесь вот такой вот вырез V-образный. Опять-таки, что платье расширено к низу, то есть я помещусь со своим животиком и с какими-то красивыми сережками. Сейчас ищу какие-то серьги, такие, знаете, богатые, золотые. Будут очень красиво смотреться. Придумала такой золотой, с коричневым макияж. В общем, я думаю, что будет интересно. Вот так что ждите такое видео, также будет с нарядом на праздники. И еще прежде, чем выйду, хотела бы показать вам, так темно вообще, не могу записывать видео сейчас. Хотела показать вам, что мне пришло. Это обалденная жилетка вообще из сайта SheInside. У меня есть также фотография в Инстаграм, где я в ней. Видите, такой мех, видно, качественно, ну, красиво очень смотрится, дорого. И у нее такая ткань, знаете, поплотнее, чем обычный какой-то пиджак, то есть можно одевать в машину. Вы часто спрашивали меня, что это такое у меня за украшение новое. Я его купила в Манго, потому что мое такое позолоченное, порвал мне захарчик. И пока не могу найти то, которое мне нравится. В общем, купила себе такое, очень довольна. Это новая коллекция, вы точно можете ее найти. И также на мне такой вот свитерок, видите, обычный какой-то из резерв. И купила себе вот такие вот леггинсы в Нью-Йоркере. Они очень классно смотрятся. И дешевые были, не знаю, 7 долларов или что-то такое. Я поехала за покупками и увидимся уже скоро. Потом, какой я водитель. Итак, права у меня уже, по-моему, около 6 лет. Может быть, 5 с половиной. И я сдавала на права в Киеве. И вы знаете, после такой автошколы, которую я заканчивала, я вообще ездить не умела. Мы приехали на машине моей мамы сюда в Польшу, и она мне ее одолжила. Так сказать, я научилась ездить. В общем, знаете, не знаю языка, не умею ездить, грубо говоря, да, и не знаю вообще города. Надо было ездить в центр Кракова на занятия по польскому. Это был просто вообще хит. И я просто была вся мокрая, красная. В общем, я так уперлась, что я буду ездить. И это благодаря моему мужу я, грубо говоря, научилась, потому что сама по себе я думаю, что я бы боялась, конечно. И сейчас я просто обожаю ездить на машине. Это, знаете, для меня, куда бы я ни ехала, даже 5 минут, я всегда вот так, вот знаете, это время для меня. Я расслабляюсь, я ни о чем не думаю. Я в основном, ну как, думаю, но о каких-то приятных вещах, не о том, что мне там надо спасибо, не о том, что мне надо подготовить, и вообще, а как-то думая о том, что, допустим, что заснять, какое видео, да, ну, какие-то такие вот приятные, я не знаю, мысли меня посещают именно в машине, когда куда-то еду. И всегда слушаю нейтральную музыку, это Чили Зет, больше такое радио, очень, вот, знаете, ненавязчивая музыка, которая играет как фон. Я бы хотела рассказать такую историю из серии, да, «Какой я водитель». Я очень редко, кстати, обгоняю кого-то, езжу довольно спокойно. Я никуда не спешу, да, когда я ездила на работу, я старалась выехать раньше просто, ну, чтобы не ехать, как сумасшедшая. И максимальная скорость, с которой я езжу сейчас, это, наверное, 140 километров в час, и то по магистрали. Так что в городе я стараюсь ездить согласно там с правилами, но если признаться вам честно, вот так совсем, да, то всех знаков я не помню. И у меня, ну, вот, если вы живете в другой стране дольше, чем полгода, вам надо поменять права на страны, на права той страны, в которой вы живете. Во всяком случае, в Польше точно так есть, и вот мне надо было поменять права, я боялась, что у меня будет какой-то экзамен, знаете, опять по теории, я жутко этого боялась, потому что если бы мне надо было сдавать в Польше на права, я бы, наверное, вообще до сих пор не ездила, а ездила бы на автобусе. Слава Богу, мои родители нам очень помогли, потому что уже вторую машину, да, мы получили от них в подарок, и, ну, они просто настолько любят своих детей, и если есть возможность в чем-то помочь, да, то они себе откажут во всем, лишь бы только помочь мне и моему брату, да, у меня есть младший брат красавчик, он высокий блондин, с огромными зелеными глазами, интересный парень, он такой, знаете, очень добрый, в общем, отошла от темы, об этом как-то расскажу вам. Слушайте, у меня такое настроение, что у меня прямо сейчас разорвется счастье, это, наверное, мои гормоны. И история, да, из жизни. Значит, когда мне родители купили первую машину, и где-то буквально два месяца ездила на ней, началась осень, и было очень холодно и скользко, и я тогда учила деток, обучала английскому, и я ехала в пригороде Кракова, значит, было очень-очень скользко, и, ой, непонятно, машина стоит посреди дороги, наверное, что-то случилось у кого-то, и никого нет, странно. В общем, и шел дедушка с палочкой, да, и он шел с такой огромной горки, было скользко очень. Вот, в самом деле, если бы даже я хотела придумать эту историю, да, наверное, у меня, ну, не настолько разыгралась фантазия, чтобы это придумать. В общем, я добрая душа, я на самом деле не такая конфетная, сладкая, как может казаться иногда в некоторых видео, потому что у меня где-то там, я такая злютька там, где надо, упёртая там, где надо, целеустремлённая, поэтому, ну, не всегда так случается, я, вот знаете, не помогаю всем бездомным, и вообще, но когда я увидела дедушку, мне стало настолько как-то его жалко, знаете, что думаю, ладно, сейчас я припаркуюсь. В общем, дедушку мне стало очень жаль, и я предложила ему вот подвезти его, куда ему надо, и он сказал, что он, значит, он сел в машину спереди ко мне, дедушка вот, в самом деле, очень немощный, даже нельзя было поверить в то, что он может мне что-то сделать, и с палочкой он еле уселся, и я тогда, ну, почувствовала какой-то неприятный запах, да, ну, у старых людей так бывает, и, ну, нормальные вещи, да, и слушайте, потом он начал паниковать и просто очень сильно кричать, что он не знает, куда он едет, он вообще из Кракова, он не знает, как он оказался в пригороде, что он приехал в какой-то магазин, он заблудился, чтобы я его немедленно высадила из машины, я говорю, подождите, я вас довезу, в общем, с такой истерикой я его довезла до остановки, в общем, я сама разнервничалась, знаете, такой гололед был, он начал на меня кричать, ездить быстрее, и вообще, это пожилой человек, то есть он даже не очень внятно там разговаривал, в общем, я его высадила возле остановки, да, и ехала потом уже к моему ученику, у меня вот так вот все трясло, думаю, ну, это вообще дурочка, да, и такой неприятный запах в машине остался, к сожалению, дедушка, ну, написал мне на сидение, да, и потом, значит, в машине, вы понимаете, два месяца, она по всем химчисткам, значит, и ничего не могло убрать этот запах, поверьте мне, это не так, как ребенок, и мне сказали в конечном итоге, что надо выкручивать сидение, какую-то там специальную чистку делать, и потом только, возможно, запах уйдет, и если бы я выкрутила это сидение на сервисе специальном, то, скорее всего, я потеряла бы гарантию, а в случае Ки, потому что у меня первая машина тоже была Ки, это было, по-моему, 7 лет тоже, да, 7 лет, и, в общем, знаете, потерять сразу вот так вот в начале гарантию на машину, ну, я просто, я так плакала, мне было настолько обидно, думаю, вот, блин, помогла, да, не помогла даже дедушке, но себе наделала столько проблем, ну, что ж, в жизни так бывает, я стала искать какие-то способы, да, в интернете домашние, как избавиться от неприятного запаха, и вот вам, девочки, на заметку, кто хозяюшка, если какой-то запах вы хотите устранить, да, насыпьте просто свежий кофе на это место, оставьте его, я ездила вот с кофе молотым, да, буквально там 2 дня, и запах ушел. Покупки уже сделаны, и хотела вам показать, сегодня на обед буду делать вот такой вот лосося, это интернет-страница questesmaku.com, и это будет такой лосось с клюквой, и в таких вот, в кокосовых стружках, я уже его замариновала, для меня будет более острая версия, это с имбирем, также я добавила вот такое вот оливковое масло, острое, с папричкой чили, для малыша совсем чуть-чуть имбиря, и также положила ему сок из лайма, и чуть-чуть кожуры из лайма, вот себе побольше, понятное дело, у него просто оливковое масло и соль, а у меня также перчик и соль, в общем, это пока все это маринуется, буду раскладывать покупки, наверное, вам покажу, вы часто меня просите, чтобы я рассказывала о том, что я кушаю, и все, а, кстати, пришел мне вот такой вот обалденный вообще кошелек из SheInside, он, конечно, не кожаный, но цвет у него, у меня все просто обращают внимание, девочки, и по секрету всему свету, это мой муж, так выглядит мой муж, он, да, на 9 лет старше, но говорят, что он выглядит моложе, напишите, как вы думаете, зовут его Томак, в общем, он и так не посмотрит этот влог, и мне нравится, что в кошельке здесь много разных отделений, там деньги, немного, да, и много отделений для карточек, и он мне недавно пришел, и я даже не успела все переложить еще сюда, и, короче, мне очень нравится этот кошелек, я ссылку оставлю для вас внизу, и девочки, там разные цвета, и в самом деле, даже вот как подарок, ну, в общем, прикольный такой вот вариант, можно использовать, наверное, даже как кладь, проехали с кошельком, была в Лидле, я не боюсь покупать какие-то вещи, там, знаете, в дисконтах, и купила вот такие вот прикольные штуки, не знаю, как они называются, в общем, для рисования для ребенка, понятно, Захар сам не сможет что делать, но он обожает сейчас рисовать, поэтому буду ему рисовать разные, тут и машины, в общем, и какие-то динозавры, и самолеты, чего здесь только нет, также купила ему вот такой вот катоновый свитерок, очень классный, ему идет, типа бордовый цвет, шпинат, кокосовые стружки, я вам говорю уже, говорила уже, что лосось, также была сейчас какая-то акция у них, там рыба, значит, целую неделю разная, я купила такого вот, такого вот дикого лосося, в общем, это самый вроде как полезный, равиоли, это, не знаю, не помню с чем это, с рикоттой, и с, по-моему, с помидорами, также интересная фисташка, я купила аж две упаковки, посмотрела срок годности, у них там еще чуть-чуть есть, поэтому купила на те дни, когда у меня не будет времени, свежая паприка, всегда беру у них такие улетки с рецептами, иногда что-то выискиваю, также рикотта, буду делать такой вот интересный соус, из рикотты и маскарпоне, надеюсь, что смогу вам показать, завтра будет макарон из шпината, также пармезан, пармезан может долго лежать, разные соусы, классные из него получаются, в общем, зубная паста, что авокадо, ну и, собственно говоря, лосось, имбирь, и все остальное уже пошло в ход, кстати, вот это вот тоже у меня, также из Лидла, я люблю у них разные акции, и всегда проверяю состав, если сильно химическое, то не беру, а если не очень, то почему бы и нет, обед готов, лосось, очень вкусная получилась, я загорочек с удовольствием съела, буду это кушать с такой вот, штукой из лука, не знаю, где это можно купить, но, в общем, типа как варенье лукавое, оно очень вкусно с рисом, еще у меня есть к вам один вопрос, особенно к девочкам, которые записывают видео, потому что я в этом вообще абсолютный ноль, в одном из видео, Катюша Harmony of Beauty, ссылка будет внизу, все ее, наверное, знаете, тут даже без смысла оставлять ссылку, в общем, показывала такую лампу, которую она также заказывала на китайском сайте, у нее немножко другая, я выбрала похожую для себя, для моего фотоаппарата, ну, я знала, что нужен адаптер, и, в принципе, я его цепляю, как бы, вот эту вот лампу цепляю на штатив, потому что мне нужен сейчас больше штатив, мне неудобно снимать аутфиты, потому что меня не захватывает, как бы, полностью объектив, и, теперь вопрос к вам, потому что я хотела бы купить софтбоксы, и не знаю вообще, какие, сколько лампочек там должно быть, хочу купить два, чтобы в одном было четыре лампочки, но какая мощность лампочек, какая температура, я вообще абсолютный ноль, помогите, пожалуйста, кто знает, а что касается вот этой лампы, она не была самой дешевой, но, это видеолампа, она без флеша, и, мне нравится, что она создает такой эффект, в самом деле, что вроде как светит со всех сторон, и светит довольно-таки неплохо, здесь у нас шесть батареек, все было упаковано хорошо, всегда, когда я заказываю что-то из сайта, даже с ebay заказывала органайзер, и там, видите, еще не закрыла, то все в порядке, ничего не разбивается, и смотрите, если включить, здесь, кстати, также можно регулировать, как бы, свет, не буду вас слепить, но, в общем, очень хорошо освещает, да, и это только пол мощности, то есть, посмотрите, очень темно сейчас, очень темно сейчас, на самом деле, днем даже, и мне сложно снимать где-то, мне так же не нравится, что у меня на фоне постоянно кухня, так что хотелось бы что-то изменить, девочки, кто снимает видео, посоветуйте, пожалуйста, какие софтбоксы купить, буду здесь, наверное, заказывать, может где-то там на ebay поищу, в общем, а лампа неплохая, в принципе, даже могу записывать видео, теперь только с ней, но софтбоксы хочу для более, как бы, такого натурального, что ли, эффекта, вы знаете, чтобы со всех сторон, даже не натурального эффекта, а эффекта дневного света, и это, кстати, лампа дает вроде как дневной свет, также могу, поищу где-то ссылку внизу, кому интересно, потому что, мне кажется, что вместо софтбокса тоже может быть, а, кстати, есть также разные фильтры, здесь какой-то обычный, есть еще красный, розовый, вот, на этом все, жду ваших комментариев, советов каких-то, и всех целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро,